МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Американец Амар Матин, застреливший 49 человек в гей-клубе «Пульс» в Орландо, ранее неоднократно выпивал в этом заведении. Об этом рассказали несколько завсегдатых клуба. Один из них видел Матина в гей-клубе более 10 раз. В основном он выпивал в одиночку, но иногда вступал в разговоры с посетителями и жаловался им на отца, а также рассказывал, что у него есть семья. Другой посетитель клуба рассказал, что Матин около года переписывался с ним через приложение для гей-знакомств, но к личной встрече это общение так и не привело. Имам мечети во Флориде, которую Матин посещал 10 лет, описывает его как тихого и неприметного человека. Сын иммигрантов из Афганистана, он прилежно посещал мечеть, но практически ни с кем не общался. То, что произошло, это проявление его личных взглядов и мыслей. Только Бог знает, что было у него в голове. Для нас это двойная, даже тройная трагедия. Теперь это связывают с нами, с исламом и с нашей мечетью. Но мы не имеем к этому никакого отношения. Мы сами в шоке. Полицейские сообщают, что в квартире стрелка из Орландо побывали неизвестные. Они вошли через черный вход. Парадный был опечатан. Кто и зачем побывал в жилище Матина, полиция еще только выясняет. В американском обществе на фоне расстрела возобновились дискуссии о свободной продаже оружия. Эд Хэнсон, владелец оружейного магазина, в котором убийца купил оружие, говорит, что покупка была абсолютно легальной. Матин прошел все необходимые проверки. Мы просто оказались именно тем магазином, где он решил купить оружие. Он был просто клиентом. Мне больше нечего сказать по этому поводу. Это просто ужасно. Как бы мне хотелось, чтобы он тогда пришел не в наш магазин. В памяти 49 жертвах убийцы в ночь на вторник в цвета радужного флага ЛГБТ и флага США окрасились мировые достопримечательности. Американский флаг с пятнами крови на Эйфелевой башне. Цвета радуги на мосту Харбор-Бридж в Сиднее. В Нью-Йорке на акции памяти зачитали вслух имена всех погибших. Это больше, чем нападение на 49 американцев. Это атака на наши ценности. Это нападение на ценности Нью-Йорка. Мы верим в равенство и не перестанем верить в него. Амар Матин застрелил 49 человек и ранил 53 в гей-клубе «Пульс» в Орландо в ночь на 12 июня. Перед убийством он позвонил в службу 911 и заявил о приверженности исламскому государству. В Поздаме начался судебный процесс над мужчиной, которого обвиняют в сексуальном насилии и убийстве двух маленьких мальчиков. Обвиняемый Сильвио Эс. Ему 32 года. В зале суда он появляется в кофте с капюшоном, а лицо все время прикрывает папкой. Репортерам так и не удается узнать, как он выглядит на самом деле. Своего лица не прячет мать одного из погибших мальчиков, беженка из Боснии. Ее сын, 4-летний Мухаммед Джанузи, пропал в октябре прошлого года. Он отошел в сторону, когда семья ожидала своей очереди у Центрального бюро регистрации беженцев в Берлине и больше не вернулся. Камеры наблюдения зафиксировали, как мальчика уводит за руку мужчина. Подозреваемого выдала полицейским его родная мать. Он рассказал ей, что изнасиловал малыша, а потом задушил его, потому что тот не переставал плакать. Женщина позвонила в полицию. Как только стражи порядка задержали Сильвию, он во всем признался и рассказал еще об одной своей жертве, 6-летнем Элиасе из Потсдама. Обвиняемому грозит пожизненное заключение. УЕФА наложил на российскую футбольную сборную отложенную дисквалификацию за поведение болельщиков на матче с Англией. В случае повторного нарушения правил УЕФА сборную России окончательно отстранят от участия в чемпионате Европы по футболу. Также Российский футбольный союз оштрафован на 150 тысяч евро. Сегодня 50 болельщиков из России, которые ехали на второй матч своей сборной в групповом турнире в Лиле, узнали, что будут депортированы из Франции. Автобус с представителями Всероссийского объединения болельщиков остановила французская полиция. Было объявлено, что это спецоперация антихулиган. К месту события приехали представители местной власти, в частности, мэр города Канны. Глава объединения российских болельщиков в своем твиттере сообщил, что французский спецназ блокировал и досматривает организованные группы российских фанатов на подъезде к Лилю, где 15 июня пройдет матч Евро-2016 Россия-Словакия. После этого французская полиция заявила о намерении депортировать всю делегацию Всероссийского объединения болельщиков. Обжаловать решение можно будет только после депортации. Напомним, россияне оказались в центре внимания после матча первого тура группы «Б», в котором сборная России и Англии сыграли в Марселе в ничью 1-1. Тогда несколько десятков российских фанатов прорвались в английский сектор, чтобы сорвать флаги. Россияне забрасывали британцев бутылками, срывали кресла и бросали их в англичан. В беспорядках 11 июня в Марселе приняли участие более 150 российских футбольных хулиганов. По данным прокуратуры города, болельщики предварительно прошли специальную подготовку. Накануне к своим болельщикам обратились игроки российской сборной. Они призвали фанатов вести себя корректно. Сильвио Берлускони перенес открытую операцию на сердце. На хирургическом столе политик провел 4 часа. Ему заменили аортальный клапан. Мешательство прошло успешно. Операцию проводила бригада врачей во главе с заведующим отделением кардиохирургии Отавиа Альфьери и анестезиологом-реаниматологом Альберто Дзангрила, который на протяжении многих лет является личным врачом политика. 80-летний бывший премьер-министр Италии был госпитализирован утром 7 июня, после того, как за несколько дней до этого у него случился приступ сердечной недостаточности, спровоцированный стрессом. Тогда партия «Вперед Италия», которую возглавляет Берлускони, назвала госпитализацию плановой и заявила, что ее проводят только для осмотра. Но вскоре врачи решили сделать в Берлускони операцию на сердце. Они диагностировали у политика аортальную недостаточность и пришли к выводу, что единственный способ исправить это – замена клапана. Перед операцией Берлускони провел с четверть часа с глазу на глаз со священником. Кроме того, он опубликовал заявление, в котором поблагодарил всех, кто за него переживает, и выразил обеспокоенность в связи с предстоящим ему испытанием. Крупный пожар в Лос-Анджелесе. Там загорелось офисное здание. Один человек погиб, троих удалось спасти. Пожар произошел в двухэтажном офисном здании вечером, когда офисы были уже закрыты. В здании находились только четверо людей. Были ли они сотрудниками одной из фирм, офисы которых расположены в помещении, или проникли на его территорию незаконно, когда из здания все уже ушли – неизвестно. В полицейской сводке указано, что их личности пока не идентифицированы. В тушении участвовали 145 пожарных. На то, чтобы справиться с огнем, у них ушло около двух с половиной часов. Жители района жалуются, что пока пламя не погасили, из-за тяжелого дыма было практически невозможно дышать. Причины пожара пока неизвестны, идет следствие. Полицейские предполагают, что здание мог поджечь кто-то из тех, кто находился внутри в момент загорания. В Венесуэлу охватили уличные беспорядки и мародерство из-за отключения электричества и нехватки базовых продуктов питания. В Каракасе разъяренные и голодные горожане грабят магазины и поджигают машины. Чтобы навести порядок, улицы теперь патрулируют не только полиция, но и войска. Ежедневно полицейские фиксируют более десятка нападений на магазины с продуктами питания. В первую очередь с полок магазинов и супермаркетов исчезают мука и рис. На этом видео видно, как толпа местных жителей штурмует пекарню. Ворвавшись в помещение, люди гребут все, что подвернется под руку. Оппозиция призывает свергнуть президента Николаса Мадурой. Его противники выходят на массовые демонстрации с требованием проведения референдума по вопросу отставки президента. В стране на фоне сильнейшей засухи и падения цен на нефть с каждым днем усугубляется экономический кризис. По данным последних опросов, 70% венесуэльцев поддерживают отставку Мадуро. Тот, в свою очередь, обвиняет оппонентов в сговоре, разжигании конфликта и подготовке переворота. Германия выделила 6 миллионов евро для гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщает сайт немецкого посольства в Киеве. Деньги пойдут на программу поддержки гражданских лиц, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины. Проект осуществляют в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Его цель – обеспечить людей по обе стороны линии соприкосновения основными продуктами питания. Выделенная Берлином сумма рассчитана на два следующие года. Ранее Германия уже выделила для этих целей 4,5 миллиона евро. Благодаря этому за более чем два года с начала конфликта более 650 тысяч украинцев, преимущественно вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей, смогли получить необходимые продукты. Продовольственная помощь ООН предназначается в первую очередь для беженцев, страдающих серьезными заболеваниями, беременных, пожилых, кормящих матерей, а также для многодетных семей. Суточные порции питания для них включают мясные, рыбные и овощные консервы, сладости и чай. За помощью в ООН обратилась Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Только по официальным данным Агентства ООН по делам беженцев, более 310 тысяч украинцев вынуждены были покинуть свои дома и уехать в другие регионы страны. Их реальное число может быть вдвое больше, говорят в организации. Десятки мигрантов стоят в очереди на предварительную регистрацию для процедуры предоставления убежища. Власти планируют регистрировать по полторы тысячи человек в день и ожидают, что весь процесс займет два месяца. С момента запуска этой программы прошло три дня. За это время регистрацию прошли 1200 человек. Сейчас более 3,5 тысяч беженцев и мигрантов, среди них маленькие дети, живут в заброшенных зданиях или на спех разбитых палатках среди мусора и сорняков. Правозащитные организации называют эти условия непригодными для проживания. Из-за этого растет напряженность. В лагерях для беженцев частые стычки за еду, драки в очередях на регистрацию. Греческие власти надеются, что запущенный процесс регистрации позволит частично снять напряженность. Всего в Греции находится почти 6 тысяч мигрантов. Тем временем в прессу просочилась информация о том, что греческое правительство планирует превратить страну в бесконечный лагерь беженцев. Согласно официальным и засекреченным документам, по меньшей мере 40 новых центров для беженцев и мигрантов будут созданы и добавлены к 39 центрам, которые уже принимают тысячи беженцев. До настоящего времени было создано 34 горячих объекта «Ходспота» в материковой части страны, действующих под руководством Национального министерства обороны, МВД, Верховного комиссара ООН и 5 на островах восточной части Эгейского моря. Все вместе они способны вместить около 43 тысяч человек. НАТО дислоцирует в Польше и странах Балтии 4 батальона, чтобы обеспечить защиту от возможной агрессии России. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, страны-члены НАТО намерены одобрить размещение в Польше, Литве, Латвии и Эстонии четырех мощных батальонов, состав которых будет меняться по принципу ротации. Решение о дислокации военных будет формально принято на встрече министров обороны государств, членов Альянса, которая начнется в Брюсселе сегодня. Столтенберг назвал размещение батальонов четким сигналом готовности НАТО к защите всех союзников. Вместе с тем он подчеркнул, что действия Альянса носят чисто оборонительный характер, и организация не ищет конфронтации с Москвой. Генсек НАТО не уточнил численность батальонов, однако ранее официальные лица Альянса сообщали, что в них войдут в общей сложности от двух с половиной до четырех тысяч солдат. Заправляйтесь водорослями. Исследователи Технического университета Мюнхена разрабатывают технологии, позволяющие добывать керосин из морской растительности. Водоросли относятся к числу наиболее быстро растущих растений во всем мире, и на 50% они состоят из масел. Эти масла и станут использовать для производства биодизельного топлива для легковых автомобилей. Но сперва немецкие ученые научатся вырабатывать керосин для самолетов. Я думаю, что в скором времени около 5% топлива для авиации можно будет получать из водорослей. Особенно это актуально для Южной Европы и части Южной Америки. Там этого сырья достаточно. А в перспективе, конечно, мы надеемся, что человечество полностью перейдет на возобновляемые источники энергии. В производстве такого топлива используют экологически чистые компоненты, поэтому удается избежать выбросов во внешнюю среду опасных и загрязняющих продуктов, объясняют ученые. Кроме того, биомассу водорослей можно легко выращивать в специальных биореакторах закрытого типа, то есть вдалеке от моря. А еще в отличие от других систем получения биотоплива, эта технология позволяет перерабатывать всю без остатка биомассу в высококачественное топливо. А значит, производство будет безотходным. Маленький кукурузник, километровая пробка. В земле Северный Рейн-Вестфалия на автобане А2 приземлился одномоторный самолет. На вынужденную посадку 66-летний пилот из Базеля пошел из-за проблем с двигателем, когда понял, что до аэродрома Вольде не долетит. Во время посадки у самолета повредились крылья и грузовое отделение. Но и пилот, и люди на земле остались целые и невредимы. Пока полицейские разбирались, на трассе возник огромный затор. Сейчас самолеты буксировали на стоянку возле автомагистрали. В Бразилии появятся такси-вертолеты. Перелет обойдется значительно дороже поездки на машине, но займет в четыре раза меньше времени. Запустить необычный транспортный сервис решила компания Uber. Пока воздушный транспорт будет обслуживать только жителей штата Сан-Паулу, самого густонаселенного и экономически развитого штата страны. Заказать такси-вертолет можно будет через мобильное приложение. В одно такое такси смогут поместиться пять пассажиров, а общий вес рассчитан на 500 килограмм. Ограничения есть и по весу багажа. Ручные сумки не более 5 килограмм, багаж до 25 килограмм. Правда, перевозить людей такси-вертолеты будут исключительно в светлое время суток – с 7 утра до 8 вечера. А доставлять пассажиров будут не от дома и до места прибытия, а от одной вертолетной площадки до другой. Таких площадок в штате сейчас девять. Один полет на вертолете обойдется в 20 долларов. Это в четыре раза дороже, чем поездка на обычном такси. Напомним, 5 августа в Рио-де-Жанейро открываются 31-е летние Олимпийские игры. В Бразилии ожидают большой наплыв иностранных туристов и любителей спорта. Пушистая дебютантка. Каала, родившаяся в ноябре 2015 года в зоопарке Сан-Диего в США, впервые вылезла из маминой сумки и показалась на люди. Детеныш сразу же забрался на спину матери. В течение ближайших нескольких месяцев малышка будет повсюду сопровождать свою родительницу. Как рассказали в учреждении, работать с детенышами Каал и наблюдать за тем, как развивается их характер, всегда весело. Эта юная обитательница зоосада свой характер еще не проявила. Ей бы на маминой спине удержаться, пока она только потихоньку осваивается во внешнем мире, пробуя на вкус листья эвкалипта. В зоопарке Сан-Диего действует самая успешная программа по разведению Каал за пределами Австралии.